Конкурс поп-клип проводится в нашем городе 14-й год, но как и в первый раз, желающих показать свой талант оказалось очень много. В этом году членам жюри нужно было оценить 18 выступлений, которые подготовили ученики основной и средней школ, а также профучилищ. Детская фантазия поразила взрослых, причем ребята не только вспомнили легенды Древней Греции и Франции, но и затронули тему отъезда молодежи за рубеж. Были и те команды, которые в своих клипах показали не менее драматичные истории, например, потерянных детей. Но в отличие от прошлого конкурса, в этот раз было больше ярких и добрых тем. Кроме того, в этом году впервые в конкурсе поп-клип приняли участие трехлетние детишки, которые восхитили своим выступлением зрителей разного возраста. Каждый год кажется, что еще нового можно придумать, но каждый год у детей рождаются новые идеи. И только поражаешься их творческому запалу и качеству выступлений, потому что я считаю, что год от года качество растет. В итоге на долю членам жюри выпало нелегкое испытание. Нужно было определить победителей в младшей и старшей группах. Около часа проходило совещание с закрытыми дверями. А в это время зрители, купившие программки, тоже смогли отдать свой голос за понравившийся номер. И вот настало время X. В младшей группе победу праздновали ученики 10-й средней школы, подготовившие клип под названием «Огород». Им же достался и приз зрительских симпатий. У нас была идея поначалу апокалипсис, потом мы не могли никак подобрать движение. Придумали огород, это и весело, и интересно. Движение было подобрать проще? Да. Долго репетировали клип? Две недели с лишним. А кто все-таки стал родоначальником идеи? Чья была идея? Совместная. То есть все дружно, своим классом? Да. Ожидали, что будете первыми лидерами? Нет. Нет, мы думали, даже никакой призовой не возьмем. Ну, как сложилось так, что выиграли. По традиции свой приз подготовили предприятия «Доутком» и газеты «Сейчас». Наши коллеги долго не совещались, кому вручить большой вкусный торт. В душу крепко запал номер однажды утром в исполнении учеников 15-й средней школы и трехлетних ребятишек из детского сада. В этом номере были элементы циркового искусства. Юная Алена Терзян в образе маленькой гусеницы превратилась в прекрасную бабочку, которая парила над сценой Дворца культуры. У нас как бы мир животных. Как маленькие животные вместе выступают. А это ты, наверное, на сцене превращалась из гусеницы в бабочку? Да. А ты где-то занимаешься, наверное? Да. Где? В 15-й виду школы. А цирковому искусству? Тоже в 15-й школе. То есть у вас есть все? Да. Ну, на мой взгляд, вам было очень сложно сегодня, потому что соперники были сильные, но тем не менее вы обошли практически всех. Да. Очень рады? Да, очень. Что касается первого места в старшей группе, то здесь практически единогласно было решено отдать главный приз клипу 10-й средней школы «Надо остаться». За основу ребята взяли композицию известнейших российских исполнителей Тимати и Григория Лепса «Я уеду жить в Лондон». Эта тема весьма актуальна для нашего города и страны в целом, но участники сделали акцент на слова «Нафига этот Лондон?» Наш классный руководитель прослушал песню, и мы решили, что на эту песню действительно стоит сделать поп-клип, потому что она весьма актуальна для нашей страны, для нашего города, вообще, по-моему, для всего мира. Так как я думаю, что родина все-таки это то место, в котором люди независимо от каких-либо причин должны оставаться. Ожидала команда, что будете лучшими? Честно, нет. Мы очень расстроились после выступления, потому что много чего не получилось, и когда мы узнали, что мы заняли первое место, эмоции просто зашкаливали, все переполняло. Я даже до сих пор не могу прийти в себя, и просто незабываемые эмоции. И казалось бы, за 14 лет поп-клип мог бы утратить свою популярность среди молодежи. Но нет. С каждым годом конкурс становится все более востребованным. И организаторы не исключают, что в следующем году можно попробовать допустить к участию и воспитанников детских садов, которые в этот раз доказали, что могут практически на равных соревноваться с ребятами постарше.